Посмотреть телевизор, у нас большой, смотрите какой Дома такого нет, если только вы не такие богатые как мы Судя, мы не очень богатые Погатовочка заканчивается Гаврилов Андрей у нас будет выступать, мы его поддержим И аплодисментами, и криками, и письками Да, 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 да Это Гаврилов Андрей, да, это он Йоу, это он. Все, подготовка у нас закончилась. Андрей, может просто попить водички, все отставить. И сейчас мы включим ему микрофон, проверим его. Да? Звук есть? Ну, мы уже слышим. Звук есть, да. Давай поговорим немножко. Слышно меня хорошо? Да, Андрей скажи всем привет. Здравствуйте, всем привет. Хорошо слышно, Андрей? Да. Отлично, прекрасно. Все, здорово. Можно тест музыки быстренько? Да, давайте, давайте, музыку попробуем. Чуть потише можно? Еще чуть-чуть. Так, это искали бомбера, нет? Нет. Жалко, блин, жалко. Знающие знают. Все, спасибо. Итак, давайте встретим судьи готовы, да? Наши замечательные судейские коллеги готовы. Вот, давайте их встретим. Бурдер, аплодисменты. Бурдер, аплодисменты. И наши судьи. Проходите. Да, спасибо. Вот, мы вам хлопаем. Хлопаем в ладошки. У нас мало, но мы хлопаем. Несмотря ни на что. Андрей, надо поздороваться. Давай поздороваться. Сзади филтрафа. Да. Безетский у вас, Андрей. Очень приятно. Спасибо. И так, собственно говоря, как только ты будешь готов, да? Ты поднимаешь руку, говоришь время, начинается музыка. Или, ну, ты сначала музыку попроси. Таймкипер. Можешь сказать сейчас, да, они услышат? Да, если Таймкипер меня слышит, то буду благодарен, если объявите 10 минут прошли. Ага, и все, да? Да. Я это сделаю. Все, я возьму это на себя. Конечно. Все. Так. Давайте еще раз поддержим Андрея. Давайте похлопаем ему. Все готовы? Все готовы. Спасибо. Я тоже готов. Музыку, пожалуйста. Раунд. Время. Здравствуйте, уважаемые судьбы. Здравствуйте, зрители. Меня зовут Андрей. Я из кофейни «Кофе Криво». Сегодня я выступаю впервые. Буду благодарен, если вы поддержите меня на нескольких активах. Что значит приготовить вкусный кофе? Подобрать пропорции? Найти нужную температуру? Выдержать деревню экстракции? Полагаю, все это важно. Однако есть один момент, который в нашей индустрии часто обходит стороной. Называю по-разному. Кто-то называет техникой, кто-то называет руками Бориса. Я сегодня буду называть это подходами. Отношение Бориса к своей работе. К тому, что он делает. Сегодня я хочу познакомить вас со своим подходом. Надеюсь, вам будет интересно и вкусно. Самое главное. Среди моих коллег я встречал два основных подхода приготовления коже. Заваривание по науке или по наитику. Второй подход встречает больше всего сборов, потому что он ставит в центр идею о непосредственном взаимодействии и реализии с продуктом, с самим собой, правом продукта и с потребителем, конечно. При этом подходе не очень важны цифры, показатели. В нем достаточно сложно вести злодесную дискуссию. Однако, можно крайне эффективно общаться на уровне ощущения. Я думаю, у всех у нас есть это воспоминание, когда вы наблюдаете за работой какого-то Бориста и внезапно понимаете, как же это красиво. Если вы помните это, то в тот день струйки эспрессо были удивительно плавными. Бориста двигался легко, элегантно. Постелька в воронке легла словно бы сама собой. А самый главный вкус был просто непередаваемый. Он был тот самый. При этом цифры и показатели отошли на второй план. Вы общались на уровне чистого ощущения. Я считаю, что вот это круто. Я стараюсь этот подход реалистовывать каждый день. Заваривать кофе так, чтобы любовь к тому, что я делаю, наполняла каждое движение. Суть этого подхода очень проста. Я отношусь к кофе как к личности. Я общаюсь с ней в процессе приготовления. Для меня не существует двух одинаковых чашек. В каждом из них я стараюсь приготовить так. Было нам приятно именно ей. Это подобно тому, что у меня с ним откроет свидание. Сейчас у меня свидание с Арабикой из Эфиопии. С местными разновидностями региона Куча с высоты 2000-2500 метров на уровне моря. Натуральная обработка со станцией Дамбин. В процессе подготовки я обратил внимание что этот кофе нежный, делегатный и очень богатый. Поэтому для его приготовления я постарался выбрать померенную температуру не профи в районе 95 градусов. Верните речь на арабском. В районе 95 градусов и очень мягкую воду с содержанием растворимых частиц на миллион не более 30. на веско в данный момент составляет 25 грамм суток воды. На ЕК-43 помол самый плотный. Когда я вливаю, я стараюсь подавать воду очень плавно и аккуратно. Для того, чтобы правильно рассчитать то, сколько воды мне нужно здесь и сейчас. Для того, чтобы кофе отдал мне все самое вкусное. Я внимательно слежу за динамикой экстракции в большей степени, чем за количеством грамм воды. И это помогает мне ориентироваться в процессе начала и конца экстракции. Когда кофе отдаст мне все самое вкусное, я замечу, что кофейная гуща не так красиво распределяется внутри воды, как в начале. я обращу внимание, что аромат кофе стал чуть-чуть мельнее. Для меня это все будет сигналами к тому, что кофе уже на случай заваривается и пора идти дальше. а дальше я добавлю уже готовый напиток 100 миллилитров свежей воды комнатной температуры и техника айпаса для того, чтобы стабилизировать вкус и температуру подачи. В результате я ожидаю получить элегантный структурный гармоничный напиток с чистой ровной кислотностью выше средства. стойкой фруктово-цветочной сладостью на москве и легкой укропной текстурой. В дискрипторах себя проявит химискус, апельсин, смелый узбекский лимон, сливки, ваниль и ноты тропических ровных. Пожалуйста, это для вас. И для вас. Уважаемые судьи вкуса, прошу вас обратить внимание, что некоторые из озвученных многих дескрипторов лучше будут ощущаться в полости рта, такие как цитрусовые, а некоторые ретро-назальные, то есть носоглотки, такие как сливки и ваниль. А у меня следующее свидание с Бразилией Габриэл Нунес. Разновидность Арара. Кофе с высоты тысячи метров над уровнем моря. Натуральная анаэробная ферментация в течение 36 часов с последующей сушкой на африканской кровати. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уважаемый, судя техники, я смалываю одну порцию для того, чтобы прогреть и подкатываю чернова, смалываю и сбрасываю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В процессе приготовления эспрессо я уделяю много внимания распределению кофе. Я использую эспрессо для того, чтобы тактильно контролировать распределение по всему объему кофе. Затем я разравниваю. Не сильно, но мягко это беру. Для того, чтобы создать пружную плотность таблетки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот кофе мощный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Этот кофе мощный, сочный и сладкий. Поэтому и для его приготовления я выбрал стратегию длительной экстракции при 92,5 градусах. Я ожидаю, что экстракция продлится в 40 и чуть более секунды. Однако основание для прекращения экстракции для меня станет не только временной показателем, но совокупность всех остальных показателей, в том числе и визуальной. Такая стратегия необходима для того, чтобы выварить из кофе максимум сочности и плотности, которыми этот кофе изобили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прошу вас, эспрессо не от вас. Я надеюсь, что это сочный эспрессо с цветочными модами в аромате. С выразительной кислотностью и сладостью выше среднего. Средней горечью. С деликатным, фикантным и стойким послевкусием и полным темным. Во вкусе я ожидаю ноты цветочного меда, цикруса, тропических фруктов и карамель. Скажу вам откровенно, я не самый большой поклонник кофе с кулаком. Для меня это сродни тому, как если бы девушка пришла на свидание со своей лучшей подругой. Но раз уж пришла, будем получать удовольствие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для приготовления кофе я буду использовать по одному шоу-эспрессо на чашку и около 150 грамм молока. Я имею в виду то молоко, которое непосредственно будет участвовать в заваривании в приготовлении напиток. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При приготовлении я стараюсь учитывать не только температуру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Комфортная температура. Я в Тиманисе, наверное, кофе и молока. Менее одной минуты. Спасибо. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, вам было вкусно и интересно. Время. Ваши бурные аплодисменты! Гаврилов Андрей закончил свое свидание для сегодня. Если вы не понимаете, что я вообще говорю, то вы не слушали его выступления. Между прочим, Андрей каждый раз, когда отваривает чашку кофе, неважно где, в чем, как, для него это свидание. Это очень романтичный парень, я хочу сказать, да, Андрей? Есть немного. Есть немного. Выпил такой, отказывался. Есть немного. Такой крутальный, но романтичный. Здорово. Мне понравилось, как он говорит. Да, давайте похлопаем еще раз. Это мама, я правильно понимаю, да? Нет? Наверное, что на нее показалось. Моя, да? Моя. Вот, пришла мама попалить. Вы представляете, насколько это здорово? Давайте еще раз похлопаем маме, Андрея. Потому что это самая сильная поддержка. Сколько здесь людей не было, но вообще всех собрать сюда, это ничто, если бы здесь не стояла его мама. И это безумно здорово. Вот еще маленький, это сестра, да? Дочь? Это дочь? Это дочь. Ты уже... До свидания хорошо сходил, да? Все. Все. Вот он, жители. Спешл темплер. Как зовут Тони? Софья. Софья. Давайте Софья похлопаем. Не часто, не часто у нас такие сюрпризы все ходят. Софья, привет. Привет, давай с тобой. Спасибо. Когда потом. Давайте судим, похлопаем. Я... Поехали. pretty много. Yan' объясню. Advance.